Ура, Республика Беларусь. До сих пор мы не знаем количество убитых на протестах. До сих пор мы не знаем количество изнасилованных сотрудниками милиции в наших тюрьмах. До сих пор неизвестно точное количество политически запрещенных, поскольку нет информации о количестве возбужденных уголовных дел. Но мы понимаем, что оно огромное. По состоянию на июль 2021 года только за экстремизм возбуждено около 5000 уголовных дел. И как мы прекрасно знаем, в одном деле всегда проходит несколько человек. То есть только за экстремизм мы уже можем говорить о количестве политических заключенных в районе 5-6 тысяч человек. Но есть и другие статьи. Беларусь активно использует ярлыки за экстремизм и терроризм. На сегодняшний день Беларусь является страной номер один по количеству террористов. Мы обогнали все страны, скажем. И мы на сегодняшний день, как белорусский режим, называют террористами 396 организаций и людей, включая меня. Потому что Лукашенко обвиняет меня в подрыве российской военной вышки в Белике, которая обеспечивает связь генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации с атомными подводками в Атлантическом и Индийском океане. Мало того, Лукашенко публично заявил, что за подрывом российской военной коммуникационной вышки стоит Ангела Меркель. То есть такого рода уголовные дела сегодня возбуждаются подряд в отношении демократических лидеров и активистов. К сожалению, также я хотела бы сказать про то, что белорусский режим репрессирует детей. На сегодняшний день 1200 подростков репрессировано за участие в протестах. 13 детей признаны политзаключенными, включая детей, которые снимали передвижение российской военной техники по территории Беларуси и передавали в независимые медиа. Надо констатировать, что Владимир Путин воспользовался ситуацией для того, чтобы начать более интенсивный процесс поглощения Республики Беларусь. 4 ноября Лукашенко и Путин подписали абсолютно, на мой взгляд, преступные 28 дорожных карт по интеграции Республики Беларусь и России, включая совместную военную доктрину. 20 февраля 2022 года российские войска не покинули территорию Республики Беларусь. И, как уже говорила Роника Сапкала, с этого момента мы считаем Беларусь оккупированной страной. Лукашенко предоставил территорию Беларуси для атак и агрессии со стороны России в отношении нашей братской соседки Украины. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня со стороны Беларуси летят ракеты в сторону Украины, убивая мирных жителей. Итак, какие сегодня выводы после двух лет с начала протестов мы должны сделать? Первое. Без победы Украины победа Беларуси невозможна. Но это только первый шаг к освобождению Беларуси. Второе. Победа Украины не гарантирует автоматические освобождения и победы беларусского народа, поскольку есть большие риски, что российские войска останутся на территории Беларуси, даже когда Украина победит. И мы должны про это помнить. Второе. Я думаю, для Литвы очень важно помнить и думать про это, что на сегодня у Литвы появилось 700 километров дополнительно границы, которые контролируются Кремлем. А это значит на 700 километров больше рисков, атак и провокаций. Очень важно также помнить, что все беларусы, которые сегодня прибежали в Литву, это люди, которые пострадали от режима Лукашенко. Прошли через пытки, прошли через обыски, прошли через очень тяжелые ситуации, включая детей. Все эти люди ненавидят режим Лукашенко. И сегодня, надо признать, ненавидят режим Владимира Путина, который поддержал Лукашенко и помог Лукашенко удержать власть. Также очень важно, что беларусское сопротивление может быть успешным только в условиях ясного геополитического выбора. И этот выбор европейский. Только вместе, Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Польша, другие страны, мы можем победить Кремль и прекратить войну. И что же нам сегодня делать? Первый и самый важный вопрос. На сегодня институционализация беларусской диаспоры и укрепление беларусской диаспоры является политическим и стратегическим вопросом. Потому что если люди, оказавшись здесь без всякой поддержки, чувствуют себя очень плохо и не могут решить какие-то даже базовые бытовые проблемы, они становятся легкой и тяжелой для любовки КГБ. Мы должны про это сказать прямо. С другой стороны, дружная диаспора, которая здесь активно работает по решению проблем, она становится в какой-то степени защитным барьером, потому что мы, как никто, прекрасно знаем методы КГБ, про которые, конечно, Литва, к счастью, уже успела забыть за годы независимости. Поэтому мы очень благодарны за помощь и Мастер-банку, и Красному Кресту, и Каритасу, и силовым структурам, и Социал-демократической партии, и Литовскому Сейму, и многим-многим другим, за то, что вы помогаете и решаете проблемы беларусов. Второе. Очень важно сегодня все-таки реанимировать и начать активно реализовывать стратегию Балта-Черноморского военного союза, потому что сегодня нам нужен новый дизайн, нам нужна новая архитектура безопасности региона. И повторю, Беларусь, без Беларуси новая архитектура безопасности региона, она невозможна. Поэтому сегодня нужен новый политический и военный блок, который поможет нам отстроиться и защититься от нашего главного врага, стратегического врага, это Кремль. Потому что на сегодня Кремль является главным архитектором беларусской диктатуры, но именно Кремль является главным зачинщиком войны в Украине, и главным создателем всех гроз в отношении Литвы. Сегодня, как никогда, нам нужно быть вместе, поэтому я благодарна за солидарность, я благодарна за поддержку Литве, литовским политикам, литовскому народу и... Жилье Беларусь! Жилье Беларусь!